Добрый вечер. В Одессе 19 часов. Пришло время новостей. В студии Ирина Коробко о том, что известно, к этому часу в ближайшие 10 минут. Российские полицейские задержали Сергея Помазуна, подозреваемого в расстреле шести человек в Белгороде, сообщили сегодня информационные агентства. Он был задержан при попытке выехать на грузовом составе из зоны оцепления. Сотрудники полиции его опознали и предприняли меры для задержания, в ходе которого один полицейский был ранен ножом. 22 апреля Сергей Помазун открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом по прохожим на улице в Белгороде. В результате стрельбы погибли пять человек. Еще одна 16-летняя девушка скончалась в реанимации. После стрельбы злоумышленник сел в автомобиль BMW X5 и скрылся с места происшествия. Задержавшим его правоохранителем Сергей Помазун заявил, что стрелял не в детей, а в ад. В ходе допроса белгородского стрелка выяснились страшные подробности, сообщили в правоохранительных органах. Он изначально намеревался устроить кровавую расправу в крупном универмаге Белгорода, куда его не пропустила охрана. Из-за его неопрятного внешнего вида. Именно для этого преступник и отправился в оружейный магазин охота, где хотел купить патроны для своего карабина в Вепрь. Но и там ему отказали из-за отсутствия соответствующего разрешения. Видимо, этот отказ и стал последней каплей для Помазуна, который в результате отправился домой, взял свое ружье и оставшиеся патроны, после чего вернулся в магазин, где устроил кровавую бойню. Мужчина неоднократно был судим за угоны. В последний раз он отбывал срок в колонии в 2008-2012 годах, причем получил 29 взысканий за вызывающее поведение. И к событиям местным в Одесском облсовете зарегистрирована депутатская группа «Куяльник», которая займется спасением одноименного Лимана. Новое объединение насчитывает 12 депутатов. Кроме того, принято решение о недопущении насилия, расизма и использовании нацистской символикой. Пожалуй, этими двумя темами ознаменовалась очередная сессия областного совета. За работой народных избранников наблюдал Вадим Шпаченко. Областная рада вырешила зарегистрировать в Одесской областной раде депутатскую группу «Куяльник» в количестве 12 депутатов областной рады. Группа «Куяльник», в которую вошли депутаты из разных фракций, призвана заняться спасением высыхающего Лимана. Создать профильное объединение – идея хорошая. Главное, чтобы оно не носило номинальный характер, а его участники действительно работали, говорит депутат облсовета Сергей Веселов. Не профинансировано ни проект, ни определены работы, какие необходимы для спасения «Куяльник» – это во-первых. И во-вторых, нет механизмов решения этого вопроса. Также на этой сессии было принято решение о недопущении насилия, расизма и использовании нацистской символики. Облсовет рекомендует усилить контроль за деятельностью политических партий и общественных организаций. Это свидетельствует о явной направленности против неугодных власти политических сил, считает Сергей Веселов. Причиной возникновения такого решения – это была выходка болельщиков черноморцев. То есть это они кричали вот эти вот речевки, но они не относятся ни к политическим партиям, ни к общественным организациям. Отдельно стоит отметить решение облсовета отремонтировать двор по адресу Канатная 100, практически на два года раньше, чем было запланировано. Процесс ускорился при непосредственном участии общественной организации «Одесса под контролем». В октябре прошлого года в адрес общественной приемной «Одесса под контролем» обратились жители пяти домов, находящихся по адресу Канатная 100, с просьбой посодействовать в благоустройстве их двора. В этом году уже межквартальные проезды и двор будут отремонтированы. Вадим Шпаченко, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. Искоренить коррупцию и взятокничество такую серьезную задачу ставит перед собой управление по борьбе с организованной преступностью, хотя размеры выявленных взяток явно не отличаются большими размерами. Так, за первые три месяца этого года управлением зафиксировано получение всего четырех взяток, сумма наибольшей из них 1650 долларов. Управление по борьбе с организованной преступностью занимается и выявлением фактов административной коррупции. В частности, к административному правонарушению относится незаконная застройка Одесского побережья. Однако в этой сфере сотрудники антикоррупционного управления лишь признают факт бездействия местной власти. Существуют многие факты самозахватов, на которые просто местная власть не обращает внимания. То есть, коррупция проявляется здесь только в бездействии. Никакой активной деятельности не ведется, которая должна быть. В свопиющей и непрекращающейся застройкой Одесских склонов и парков в несогласной общественности Одессы сегодня стартовал сбор подписей горожан против строительства в парке Шевченко, Юбилейном и на 411 батарее. Поставили свои подписи против застройки парковых зон и наши корреспонденты. Мы молчим, а они наглеют. Одесситы требуют остановить незаконную застройку парка Шевченко, парка Юбилейного, а это склоны от Лонжерона до Аркадии и 411 батареи. Подписи собираются, чтобы ввести мораторий на любое строительство в зеленых зонах, а также четко определить границы парковых территорий. Я считаю, что Одесситы все должны встать грудью. Мы должны, Одесситы, отстоять 411 батареи. Уже вообще нет места, где отдыхать, все застроили частники. И мы против того, чтобы застроили все эти места, где деревья растут, зелень. Высказать свое «нет» застройки парковых склонов можно на привокзальной и соборной площадях. Организаторы акции надеются собрать порядка 10 тысяч подписей одесситов. Передадим их депутатам Одесского городского совета и хотим увидеть, готовы ли они принять на сессии законопроект, который определит наконец-то рамки всех парков и запретит вообще любое строительство на склонах и 411 батареи. Общественность требует вмешательства муниципалитетов в проблему застройки парков и склонов Одессы. Сбор подписей продлится до конца этой недели. Светлана Пензова, Тарас Осипов, Новая Одесса. В апреле Международное сообщество отмечает Международный день джаза, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО. В целом ряде стран в сам день джаза, в ближайшие к нему даты, пройдет целый ряд мероприятий, посвященных международному празднику. Цель празднования этого дня – признание особой роли джаза как универсального языка свободы и творчества. В эти минуты в Одесской филармонии начинается празднование джазового дня. Зрители ожидают творческие сюрпризы и заключительный джемсейшн. Даже если джаз и не родился в Одессе, то, по крайней мере, джаз в Одессе не умер, а живет и процветает с каждым годом, обретая все новых талантливых исполнителей, а также искренних ценителей и почитателей, уверенные поклонники музыки. У нас к этому часу все. Телефон горячей линии 706-38-96. Звоните, если увидели что-то, о чем должен знать город. Информационный итог дня мы подведем в 21.00. Дождитесь прогноза синоптика. Удачного вечера. Не переключайтесь. Прогноз погоди від страхової компанії ТЕКОМ. За данными синоптиків, у четверть 25 квітня в Одессе буде малохмарно, без опадів. Вітер західний 4 метри на секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпа. Вологість повітря 63%. Температура повітря в ночі 13-14, в день 18-19 градусів з позначкою «плюс». Страховая компания ТЕКОМ. Поступай всегда уверенно. ТЕКОМ.